Когда-то на этом месте лежали груды мусора, и людям нового ЖК-комплекса буквально приходилось месить глину. Со временем, как видите, все изменилось. Сегодня мы расскажем вам о компании Ариста Инженерной Системы, о том, как им приходится менять облик современного Барнаула и о чем мечтают эти люди. Ариста Инженерной Системы В этот момент мы занимаемся практически всем в сфере строительства и капитального ремонта. Назовите самые масштабные работы вашей компании. Мы заменили участки магистральной тепловой сети на пересечении Малахова, Северо-Восихинский проезд. Заменили участки тепловой сети в этом году диаметром 1000 мм на участки новопостроенного Северо-Восихинского проезда в районе торгового центра Метро и пересечении улицы Взлетной. Ну и стандартный третий год мы уже занимаемся благоустройством нового ЖК-комплекса Матрешки. Участвуете ли вы в реализации национальных проектов? Мы постоянно участвуем в проектах социальных, то есть, например, в проекте «Безопасные и качественные дороги» на субподряде у Алтай-Дорстроя. Мы занимаемся устройством тротуаров, помогаем им с установкой бортовых камней. То есть мы участвуем третий год уже в программе «Безопасные и качественные дороги». Улица Советская, на которой я раньше жил сам, и теперь она вместо разбитых тротуаров заиграла новой плиткой тротуарной, которая особенно после дождя, серо-бело-черная, выглядит очень симпатично. Я, находясь в центре, частенько туда заезжаю, просто останавливаюсь, всего на скамеечке смотрю. То есть приятно, это сделано нашими руками. Там, куда мы приходим, нас чаще всего зовут остаться или зовут возвращаться, потому что мы не грубим с ценами, мы не пытаемся выжать все деньги от нищего бюджета, особенно сельского. Мы стараемся работать на те средства, которые есть, и сделать на эти средства максимально, предпочитая иногда поступиться собственной прибылью. У нас очень короткие сроки, огромные трудности, поэтому на самом деле мечта все больше и больше прийти к какому-то спокойному течению жизни и работы, когда мы имеем работу, знаем, что мы будем делать завтра, знаем, что мы будем делать послезавтра, знаем, с чем мы будем платить зарплату людям. И нам не надо никуда бежать, не надо вскакивать в 3 часа ночи с мыслями о том, что же сегодня будет, что же идет. Все, что ты делаешь, надо либо делать хорошо, либо не браться вообще. То есть это мой основной принцип в работе.